В этом сюжете заведующий филиалом музея 5-й форт мемориального комплекса Брестской крепости герой Александр Каркатаза расскажет и покажет место, где работал писатель Смирнов и еще вспомнит тех, кто ранее на этом месте проживал. Спонсор показа компания Будовничерай. Будовничерай 20 лет занимает лидирующие позиции на рынке строительных материалов и услуг. 10 лет осуществляет строительство жилой и коммерческой недвижимости в Бресте. Будовничерай территория низких цен. Вот эти возвышенность кирпичи, покрытые травой, кустарником, на этом месте было здание, в котором, по воспоминаниям Акима Степана Черного, он жил с семьей и семьей еще одного пограничника. Только недавно, благодаря архивной работе, удалось установить, что первоначально здание было построено в 1909-1910 годах как казарма для 32 казаков. Оно было одноэтажное в то время, и здесь размещалась сводная казачья сотня, которая была перемещена на тереспольское укрепление с тересполя. В 1909 году здесь поселилась семья Акима Степановича Черного и его жена. И к ним накануне войны приехала погостить мама Черного, его старшая сестра с сыном. И 22 июня стала настоящей трагедией для его семьи, потому что в ходе обстрела крепости погибла жена Акима Степановича, которая, к тому же, находилась в положении, они ждали ребенка, и сестра погибла старшего лейтенанта. А мама от этих тяжелых переживаний, от того, что она видела своими глазами, получила на всю жизнь тяжелую психологическую болезнь, психическую. Сам Черный был комендантом тереспольского укрепления, то есть западного пограничного острова. И в случае начала войны именно он должен был организовывать его оборону. Наши сотрудники в первые послевоенные годы, когда нашли его, когда он с нам вышел на связь, писали ему очень много вопросов. Напишите подробно про оборону крепости, но он не писал много. И я понимаю, почему, потому что в одном из его уже последних писем, он умер в 1985 году, он писал, что поймите, да, у меня здесь погибла и жена, и сестра. И я сам прошел плен, стал инвалидом, в плену туберкулезом он заболел, поэтому говорил, что когда я начинаю вспоминать эти события войны, просто мне становится физически плохо. Я каждый раз умираю, когда отвечаю на ваши вопросы, поэтому, видите, многие моменты обороны, наверное, не остались им так открыты, как нам бы хотелось. Ну, трудно его за это винить, потому что война настоящим катком прокатилась даже по его семье, по его судьбе. Ну, а когда-то, по воспоминаниям наших старейших сотрудников музейных, вот здесь был построен деревянный домик после войны. И именно в этом домике наш знаменитый писатель Сергей Сергеевич Смирнов, когда приезжал в Брест в 1954-1955 годах, останавливался, проживал, чтобы спокойно работать над книгой об обороне Брестской крепости, потому что, сами понимаете, добраться до него сюда, на закрытую территорию, было очень сложно. Продолжение следует...